и свет и красиво так всем hello какой-нибудь там 15 наверное дворя сегодня все хорошо нормально еду крите сейчас поснимала съемку мне дали с собой хурму форма кстати на английском будет персимон новое слово для меня в этом году и я не помню рассказывал или нет но новое было для меня то что очень мало кто я не могу сказать за всю америку конечно же но среди моих сотрудников пробовал вообще когда-либо хурму и знает вообще о чем идет речь персимон я запомнила через персик конечно мало чего общего но это как бы фрукт растет на дереве и плюс-минус где-то рядом цвет поэтому у меня это идет через персик персимон принципе легло достаточно быстро интересный был факт интересно что мало кто знает про персимон и пустин и здесь кстати хурма классная здесь нет вот этих не дальше даже если она твердая она будет сладкая и не будет вяжущей поэтому может быть потому что это наш магазин такой потрясающий может быть потому что в принципе подбираются фрукты какие-то прекрасные в америке сейчас еду крите едем разговаривать ну вас берем с собой давайте поговорим так что у меня есть знаете что стабилизатор в руках возможно это не лучшая была идея о боже очень флэкса был дочь и она не хочет поворачиваться на не flip не хочет давайте вот так я буду снова держать все в руке снова все будет стабилизироваться за счет стабилизатора встроенного телефон да что ты хоть кто это такой злой это кто такой злой кто такой кто это даритах она я не умею пользоваться что она не работает вот так это выглядит что за голос то такой противный русская тв смотришь российская тв смотришь раньше у меня была подписка а теперь я просто ежемесячно у меня списывается донат сколько ты донатишь 10 долларов а могла бы на сбу скидывать не на сбу на зсу ничего не сделает пока на зсу на зсу есть другие кто скидывает и когда-то я скидывала но зсу и сбу ничего не сделают с войной она не разрешится пока покройте пошевели на крутим крутить вроде бы рита починила все такое вот так смотри какое мне чудо есть так значит у нас с вами сейчас будет по моему плану но это не точно кукинг значит взят у меня заготовки будет пицца 1 детская 1 нормально и будет еще синабоны а у нас есть потрясающие бананы в шоколаде очень вкусно у нас есть тесто одно обычное но это для пиццы а второе с чесноком и специями синабоны это очень интересная упаковка если ты никогда не видел когда открывается это всегда забавно первый раз значит у нас есть пицца соус у нас есть дыня дыня кстати она оказывается канталоп здесь а не мелом как меня учили в школе и есть у нас лимонный лимонный кюрт кюрт это переводчик перевел мне как творожок мне кажется что должно быть какое-то еще альтернативное название этому продукту вот смотрите я нашла кнопочку короче сейчас будет у нас две пиццы рейт ненужного это мне наташа вот если возьму панове так я боюсь что панове она вкусная это кошка съела твердо она вкуснейшая у меня нормальная канталупа я не думаю что здесь и читается последняя канталупа не ну ты в любом случае скорее всего права это я не хочу это на пиццу на твою часть слова с последней буквой и в школе нам говорили что есть одно слово в английском языке в котором произносится эта буква слово з окей а я почему так почему-то мне как будто на испанском нужно читать канталупе нет а что как будто это имя чё-то ну там канталупе синьора канталупе и вот имя канталупе а недавно я осознала что слово хи ши заканчивается на и в чем дело а еще одно что нам все время правильно все время правильно и еще одно слово я выяснила сэсами ойл сэсами во первых я его сесами называю сезам 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 сэсами а вообще с сэсами сэсами да я догадываюсь что мне что меня спрашивают покупатели поправляешь это очень мило недавно не догадались когда я сказала ночи ночи у меня что-то там спросил это линии кастом и не помню но я была уверена что в ночи и один так и все-таки наш человека 3 такие в растерянности и пошел искать что ньёки ньёки их тоже много вариантов на произнесение а я и готовлю иногда и когда по-русски я так понимаю к 0 или или по-итальянски в общем есть какое-то тоже вот правильное название только не на английском и к 0 и мне кажется это тоже какое-то переделанное от этого название клёцки тоже из этой серии клёцки по нашему удалушки это отдельное название возможно одно и то же мне напоминают галмушки по вкусу галмушки кусок скомканый хлеба или чего-то но и батарея картофельно бывали с цветной капусты есть кафе вот этого я не встречала это не решила как у меня съесть на решение к одним и так ведь у нас сегодня для птицы у нас сегодня роллы с лимонным флортом и чай все-таки шоколадный кафе которая заказывала не будет хочу стакан воды и съесть хурму а как хурма по-английски сначала мои подписчики уже знают персимон возможно я неправильно произношу ну наша учительница по английскому всегда учила что в английском всегда ударение на первый слог достав персимон а у нас на последний все учительница разная вкусно очень вот это попробуй что-то не хочется рит, надо можно чуть попозже рит, я еще не привезу странные продукты из магазина очень вкусно обожаю пробую четкая ассоциация приезжают к бабушке у нее маленькая хрущевка двух комнатах и маленькая малюсенькая кухня я не знаю какой-то тостый и на кухне стоял маленький холодильник он еще на кухне стоял сейчас он в коридоре стоит прям вот малюсенький я прям помню он он был казался прям вообще маленький он видать был меньше чем у нас дома и когда я приезжала к бабушке у нее всегда в серване стоял в фольге Дед Мороз пустой или зайчик шоколадный шоколадный да 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 в морозилке была хурма тут еще была потому что она вяжет а типа из морозилки не вяжет да в сомнении ворохло что так что так бывает хурма просто вкусная нет бывает когда ты ее купишь она вяжет ее нужно положить в морозилку и она там должна отлежаться все равно ерунда нет ерунда а ты видела эти новости что в Америке умирают от дыни да много людей нет я не слышала что умирать я слышала что сальмонеллу нашли но это если не лечиться ну мы ж не будем лечиться да странно что я думала сальмонелла бывает только в яйцах но как-то она еще бывает в дынях и рыба да а то сальмонеллез а это разве не одно и то же заболеют сальмонеллезом от бактерии сальмонелла это тоже тарелка уже вот эта и я прям на несколько дней ее смотрела на дыню с подозрением прошло уже видишь я недавно у меня заболела и хотела арбуз и он невкусный да маленький такой маленький да у нас перу у нас продается слушай невкусный причем я летом ела один раз маленький Юлька как на следующий раз принесу вкусный и потом я покупала классный прям маленький классный купила себе напаркующий у меня новая как называется вот эта штука которая в ракове у меня все перерабатывает диспенсер диспенсер или ну новая самая мощная из возможных тогда будь осторожней это лично пальцы свои я вот думаю что канталуку он должен переработать да конечно нет он там типа кости перерабатывает но у меня это полезно кстати кости я буду снять ну да можно уничтожить кого хочешь но не у меня дома ну а перемолоть можно у тебя дома я тебе могу сказать где купить такое и перемолоть у себя кого хочешь все справляются с куринами костями почти все но это даже со свиными ну прекрасная характеристика диспенсера такое джипси и диди да я не помню куда эта история была мы уже начали вести тогда канал мы это обсуждали вообще с подписчиками но она 7 лет отсидела как ты думаешь не ну фильм то мы смотрели позже а ну я думаю что можно обсудить может быть потому что летом как-то когда мы в апреле мы были которые были во флориде и что там с полиной зашел разговор а и разговор зашел за джипси и диди и были комментаторы которые вообще не заметили так что можешь крайне сериал существует притворство называется на русском на английском the act на основе этой реальной истории таком 8 серий я его начала сейчас пересматривать потому что я не помнила уже нюансов многих и у нас на работе все обсуждают это ну как бы часто у нас как бы практически все тоже знают об этом и и вам советую посмотреть история уникальная ничего подобного я не слышала в таком запущенном виде так скажем не ну таких историй возможно есть прямо сейчас они разворачиваются но может с таким кончанием истории ну вот да в общем это про больную на голову мать с синдромом Мюнхгаузена которая лечила свою дочь с самого детства и зарабатывала на этом деньги я не знаю стоит лечила от болезни которые не существовало она убеждала врачей там много нюансов много как бы чего это очень очень поверхностная сразу такая дыня давай дальше это первое блюдо готово так что мука есть каталка да ну нужно протереть сначала у меня есть все есть все есть давай только протери так вот вышла она убила мать поэтому ну не так все было ну давай как ну девочка росла да мама продолжала измываться причем что все потом переросло то что то девочка начала догадываться она Настя тебе звонит ты на нас не слышала ага продолжай ой прости прости а девочка росла она начала осознавать что не так уж она больна как мама все рисует она стала вставать втихаря от мамы ходить потому что мама ее усаживала упорно на кресло каталку сама ее носила в туалет мыла подмывала ну короче до такой степени все брила постоянно почему да потому что ей нужно было поддерживать свою историю чтобы девочка больна ну посмотрите у нее даже волосы нет почему мать это делала я понимаю как это она объяснила этой девочке что нет тебе нужно побрить нет ну там уже прям такое откровенное насилие началось когда девчонка выросла она стала втихаря пользоваться интернетом и познакомилась в сети с парнем который тоже не очень-то их здоровый нужно сказать что она юридический момент важный и он мне отзывался потому что спирс она ее признала потом провернула все так что она недееспособная то есть она ее заставила там что-то подписать и я не могу до конца понять этот момент с точки зрения конкретного штата но дело в том что она была недееспособна а значит обращение в полицию или какие-либо органы они никак не учитываются ну то есть ты как бы считается что ты не можешь причем что был врач который начал подозревать ну это когда она маленькая была начал что-то подозревать что мать перегибает хотя она она пришла и она удалила ей все зубы она удалила ей слюны и железы якобы у нее слюна течет она ее кормила какое-то время через долго кормила да 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 через трубки через жены сразу напрямую то есть это это же серьезные процедуры не врачи на это не лист со слов мамы только сделала эти процедуры то есть со слов мамы и а у тебя какой этот поднос какой бейкен лист ну ты что хочешь ну большой потому что все тесто сразу давай большое мука кстати знаешь как читается флор так же как цветок один флор 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 а ты знаешь что я недавно купила муку с жуками бакс 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 вот а еще настенька сейчас я вам покажу фотографию в магазине на витрине в магазине на витрине смотри вот бакс вот бакс вот бакс а это сфотографировала ну нет конечно это витрине я сфотографировала макароны с жуками вы знаете это все ходы проделаны там прям домики у них такие прикольные лидл в общем и она познакомилась с каким-то парнем они там полюбили друг друга ну еще вот что-то мне кажется для меня извини перебью что кажется для меня очень главным то есть девочка понимала всю жизнь ее водили по врачам мама врала и ей верили всегда и была же история с полицией и с врачами и девочка понимала что ее никто не спасет вся надежда на нее саму если она хочет жить вот знаешь как получается мы получаем допустим наши люди получают политическое убежище когда их даже не когда их прессует государство когда и государство не защищает государство вот здесь девчонке помочь никто не мог она это понимала все против нее мама врачи полиция вся страна государство все она ходила на ток-шоу никто не мог помочь все верили маме и она победила более того тут важно тоже еще понимать что когда ты в этом растешь это не только касательно этой истории это вот когда вот дурацкие отношения в семье это когда вот религиозные глубоко религиозные страны и так далее я вот опять смотрю что-то про северную корею я понимаю что они же так уже поколениями живут и когда ты растешь в этом с детства много чего даже ты не кажется нормально удивительное дело что она вообще дошла до этого сама что ну у нее уже началось то есть ей было уже сколько двадцать лет ей было когда это все ей сейчас 32 семь лет она отсидела а убила она и в пятнадцатом вот и все все ну не можем посчитать девять а сейчас двадцать четвертый ну да девять лет наверное суд был сколько там ну да ну вот так она будет биться да да очевидно и в сериале сейчас показывается как раз уже вот период ближе к вот этот наверное к моменту убийства когда то есть пока ты еще маленькая ты все это веришь во все что говорит твоя женщина мать да ну а потом ты уже хочешь вот это просто сюда класть и все не знаю можно маслицем пшипнуть давай ты пшикнешь а то как будто ты не участвуешь я хотелось друзей а мать и все время подпихивала детей и она все это все маленькая как-то с медикейтом было завязано тоже на возраст возможно это документы потом нашла и там был вот это вот огромное наводнение и она как раз оттуда уехала в другой штаб и я потерялись а потом уже слов а тут вообще что они еще и в новом штате им еще дом подарили потому что такая мама одиночка с таким больным ребенком несчастным им там деньги все присылали да да даже сердобольные история была очень раскручена и узнал и сейчас она сейчас то понятно сейчас в общем вышла и сейчас там не лицо рекламное какое-то брендов одежды что-то еще она уже там будет выступают по всяким ток-шоу когда переведут на понятный мне язык они вот этого все хотя может быть стоит попробовать на улице посмотреть не знаю только что если не говорить про персима на канталук ты точно не будет все понятно хочешь просто ты хочешь не стесняешься в общем они станем убили эту мать и сбежать но и она познакомилась с вами идет это тоже проныра от матери не отстала она его обвела вокруг пальца можно так сказать она его прям подговорила а парень то надо признать и она подговорила он приехал к ней такие прикольные мы прорекламировали сериал и такие рассказывают все так я тебе поэтому все смотрели все смотрели все знали эту историю а потом смотрели сериал поэтому нормально все равно смотрите потому что там много чему пропускаем и чтобы проникнуться вообще в этой всей потому что много комментаторов все равно поддерживает она не должна убивать и вот это не выход надо было да все надо было здоровому человеку который живет в нормальном обществе надо было а потом где заразе блин так надо было так она пыталась полиция не помогла врачи не помогали это вообще длительная абьюз но смешно матери длящиеся преступления так как вот сестры к 14 честно словно то есть у них не было другого выбора только так да потому что никто не мог помочь а она видела это безысходность и в общем этого парня можно сказать она его наняла а короче она ему предоставила маму да если он попросилась ну конечно они два года по фильму они там два года уже были знакомы они там онлайн занимались сексом два года когда я вчера смотрела что они как бы долго уже имели онлайн отношения и потом да она оставила мне нашим извините мне кажется адвокаты могли больше клонить на это была какая-то самозащита да это самозащита это просто шанс ей жить дальше хотя может так и клонили потому что сроки это в америке совсем другие ну я не видали убийство вообще она организатор она организатор но он точно за убийство первой степени и она будет 10 лет а за дела на часе ну для америки это маленький очень маленький срок хотя смотри помнишь эту полицейскую которая застрелила в техасе которая попахнута своей поднималась перепутала этажи зашла к другому человеку в дом и вы вообще видишь окажется здесь вообще было превышение по неполномочий если время которое привело к смерти как дарома что итог один но тут они готовились было планирование это всегда вот можно сейчас она вышла радостно за нее а еще знаете что она замуж вышла в том году да она в муж ее встречала с тюрьмой а ты знаешь кем работает мужики учителем в начальной школе с усы ничего не свит а чего я тут не хотела своему ребенку такого учить себя ну какого ну что странного во первых мне кажется что я ее прям я смотрю и она у меня не ассоциируется взрослой женщины меня шокирует ее возраст мне шокирует ее фигура она как будто я воспринимаю как будто ребенка я боюсь что он тоже это и голос ее и эти металлические зубы и вся эта история и думаю блин что ты-то ее не воспринимаешь как-то навесила на него педофилов да немножко ага а потом еще узнала что он учитель в школе ну ёк твою мать мужик что с тобой не так конечно спасибо ну и чего вывод ты считаешься много я я вот смотрите окей я не буду оспаривать ее то что ей судь дал эти десять лет 7 отсиженных ну мне кажется не только эти двое должны сидеть вот вот это важно потому что вот эти все социальные службы да и чтобы это тоже показывать пришла социальная служба а мама стоит за спиной ты сейчас выйдешь ну кто так выясняет и потому что потому что ты приходишь сначала и вот это встречает вас это не здесь и она чаю они уже на короткой ноге это маленький город и все знают ну чё там говорит ну понятно она ее не обижает ну конечно господи они чай попили как для для галочки она зашла к джипси говорит ну чё там у тебя все окей да а знаешь почему потому что кашу не давали сегодня ну дай ей девочку поесть уже 375 по фаренгейту она говорит что и гораздо лучше чем в тюрьме чем с мамой она есть может она ходить может она общаться может с людьми и со взрослыми да они тоже где-то приводят мне кажется мне хватит давай тебе записать ну а как она не смотрела значит фильм 2023 года оставить мир позади по моему так называется посмотрелись рома недавно нам понравился и мне зачем-то подсунул youtube какого-то она себя позиционирует вроде то ли психоаналитик то ли что-то и она вот это обсуждать фильм у меня подгорело я как бы не спокойно ты все раскопала короче фильм классный там нет никакого экшена ничего такого но он красивый прикольный незавешенный адекватные диалоги все в порядке есть красивые сцены и там знаете как он не это согласен нам с ромой потому что ну вот это вот ощущение конца света и она показа показана со стороны и ну и поговорят одной семьи и это не глобально масштабных тут фильм катастрофа а это вот именно со стороны вот узко вот этот дом они стоят на rnb вот этого я никогда не приму что ты сдаешь свой дом на имбиду ну как она так сказала не то что напрямую как-то это чуть ли не зашкварно знаешь что мы куда-то вылезла очень короче фильм прикольный оставляет интересная особенно в ожидании третий мировой конца света но это я тоже расскажу про фильм который оставил послевкусие называется он фур фикс а по нашему называется бедные несчастные не успела чувствовать а зря он уж точно оставил послевкусие да прям вот что не скажешь мне кажется спойлер вы точно не будете ожидать что увидите очень такой интересный современный такой прям я не кажется мне он понравился на следующий день сначала вышла вот посмотрел уже давненько идет может еще успеешь сходи 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 только дай только не смотрели короче посмотрите прям очень советую и никогда у меня такого не было что прям по-разному так я относилась к этому прям классно интерес очень интересно а вот это конец света я периодически в подарок царина покупаю какую-нибудь баночку бобов бобов я запасаюсь на какие-то продукты по-моему пандемии началась был какой-то у меня такой нет война началась война началась один раз я садила и купила большую тележку значит продуктов на 400 баксов ну как бы все реже все в кладовке там сначала стоял и недавно тут достала шампунь а еще начинает а это комментатор женщина значит она просыпается утром заходит в комнату мужик говорит я сняла дом на r&b мы с тобой едем отдыхать вот так вот это выдавают эти достигаторшие американские она не умеет обращаться с мужчиной она не понимает как она какая-то кто-то комментирует это мне вот youtube подсунул да это какой-то там маленький youtube канал вот но она вот психоаналитик она вот дело дает свою рецензию на эфире там 7 минут я зачем-то это включила у меня аж я такая же смотрела где-то откуда-то вылезла не умеет надо же как-то там подогнуться надо как-то уговорить мужика наш нужно ты посмотри встала на и заказала и сказала мы едем отдыхать хозяин-то не умеет обращаться с мужчинами ну да что ты еще скажешь ну даже как-то хитренькая надо же по уговаривать вот такая вот а потом еще долго сняла вот этот картин а дома а дом а знаешь кто владелец дома а фрэмир ты что рассказываешь я не пойму какого-то комментатора фильма еще это то на что фильм грубо говоря про конец света про третью мировую ну не конец света но тебе не столько фильм сколько какая-то комментария а про меня про ее потому что фильм посмотрела мне понравился и пошла дальше а это я ее включила и что типа только игра актеров вытянула этот фильм а домом так владеет афро-энериканцев слушай да думаешь вот стёпку вывел что-то больно ну вообще ключом нет а вот в комментарии написала конечно три у меня всего их шесть моих три всем спасибо моничка ты прекрасна еще минуточку это должно быть итак дегустация у меня вообще помнишь были планы записывать видео плохой свет